Привет, друзья! В сегодняшнем видео мы посмотрим эффект двойная экспозиция и делать его мы будем в приложении PixArt. Двойная экспозиция это такой эффект, как вы видите на экране, когда на одной фотографии проявляется другая фотография. И здесь нужно иметь в виду, чтобы этот эффект получился красиво, нам нужно правильно выбрать фотографии для обработки. Первая основная фотография должна быть контрастной, то есть должны быть ярко выраженные темные и светлые участки. И именно на темных участках будет проявляться вторая фотография. И вот после того, как мы потратили время на поиск фотографии для обработки или мы сфотографировали самостоятельно, при фотографировании нужно делать фото против света, чтобы получился такой затемненный силуэт. После того, как у нас есть исходные фотографии, мы перейдем в приложение PixArt и я покажу, как это все делается. Итак, мы заходим в приложение PixArt, здесь нажимаем плюсик, нашу главную клавишу, идем в галерею. В галерею выбираем нашу подготовленную исходную фотографию. Как видите, я тут накачала много всего из интернета. Вот наша девушка-серфингистка. И теперь мы можем перевернуть телефон для удобства работы. И теперь приступим к обработке первой фотографии. Она уже сама по себе контрастная, но я хочу еще усилить этот эффект. Мы идем в инструменты, настройки. Здесь начинаем регулировать. Вот у нас сейчас яркость. Можем яркость чуть-чуть убрать, чтобы наш силуэт стал еще темнее. Следующая кнопка Контраст. Контраст наоборот увеличиваем, чтобы силуэт был еще темнее. Насыщенность. В насыщенности мы можем либо повысить яркость цветов, либо наоборот увести в черно-белый. Такие эффекты тоже хорошо смотрятся. Но в моем случае я чуть-чуть только увеличу насыщенность. Тон нам здесь не нужен. Освещение. Вот здесь тоже можно сделать более контрастно, но я оставлю так, как есть тени. Можем сделать тени еще сильнее. Либо высветление нам здесь не подходит. Сделать еще капельку темнее. И, пожалуй, все. Температура здесь либо более теплая, либо более холодная. Это уже смотрите по вашей фотографии. Все. Обработку первой фотографии я закончила. Нажимаю галочку. Теперь нам нужно добавить вторую фотографию. Для второй фотографии подходят разнообразные пейзажи, горы, деревья. Все, что подскажет ваша фантазия. Но, честно говоря, я помучилась с выбором фотографии и первой, и второй. Потому что этот процесс довольно творческий. И не все фотографии сочетаются друг с другом. Итак, добавим вторую фотографию. Снова попадаем в галерею. И мне подойдет вот эта фотография с корабликом. Вот. Растягиваем ее. Меняем ее прозрачность. Делаем ее полупрозрачной, чтобы выставить нашу композицию так, как нам нужно. Вот я растягиваю, еще сильнее ее увеличиваю. Хочу, чтобы вот этот кораблик находился вот так вот в центре. После того, как мы выставили нашу композицию, идем в кнопочку «Смешать». Здесь есть режимы наложения. Нам подойдут три режима. Вот режим «Экран», режим «Светлее» или режим «Добавить». Тут тоже нужно смотреть по фотографиям. В некоторых случаях одни режимы лучше смотрятся, в некоторых другие. Ну вот мне понравился либо «Экран», либо «Светлее». Возьму, наверное, «Экран». И теперь вот эту нашу вторую фотографию, вторую фотографию, которую мы сверху наложили, еще можем тоже для нее сделать настройки. Яркость. Капельку я добавила «Контраст», если хотим. Насыщенность можно поменять. Что еще тут можно сделать? Температуру тоже теплее или холоднее. Я сделаю капельку теплее. Ну вот мы тоже выставили настройки для второй фотографии. Нажимаю галочку. Теперь идем в инструмент «Резинка». Берем «Стереть». Здесь выбираем размер, прозрачность 100%. Резкость – это резкость краев резинки. Я беру такие мягкие края. И начинаем вытирать все, что нам не нужно. Вот, теперь приближаем фотографию, чтобы сделать аккуратненько. Тут уже начинается ювелирная работа. Аккуратненько вытираем все, что нам не нужно. Если мы где-то ошиблись, есть кнопочка «Вернуть», «Закрасить обратно». И дальше продолжаем. Вот. Ну вот. Ну вот, я сделала немного наспех, но вы понимаете, что нужно сделать аккуратно. Теперь я нажимаю галочку. Еще раз галочку. И вот наша итоговая фотография. Если нам все нравится, можем нажать кнопочку «Скачать» и фотография скачается в нашу галерею. Ну что ж, спасибо за просмотр этого видео. Если оно вам было полезным, буду рада вашим лайкам и комментариям. А также приглашаю подписаться на мой канал.